Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме инвесторов E-Trade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев. Мы начинаем эфир передачи «Илья Коровин. Союз трейдеров. Ответы на вопросы», в рамках которой вы можете задавать любые вопросы, связанные с финансовыми рынками, с деятельностью Союза трейдеров, с планами развития дальнейшего и так далее. Илья Коровин, наш коллега из Калининграда, уже с нами. Приветствуем вас, Илья! Доброе утро! Приветствуем! Илья, начну с вопроса, может быть неожиданного для вас. Вчера ночью мир потрясло событие о том, что E-Tora, торговая система из Израиля, прекращает обслуживать российских клиентов. А финансовой трагедии не произошло, деньги там месяц-два им дают на закрытие позиции, деньги будут возвращены, я в этом не сомневаюсь. А мой вопрос к вам, поскольку это был крупный игрок, без сомнения, на российском рынке, большое количество было наследований там задействовано. Не сообщает официальная E-Tora, даже наши участники, кто получил уведомление, нет сообщений почему. На ваш взгляд, что могло произойти, исходя из вашего жизненного опыта, работа на финансовом рынке? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это прям было очень ожидаемое событие, вот именно таким образом, да, что эта коллизия будет закрыта. Но то, что она была, существовала, это факт, потому что, ну, давайте немножко вернемся в историю, да, у E-Tora определенные разногласия с российским регулятором были очень давно. Ну, вот еще когда мой друг Георгий Вербицкий возглавлял E-Tora в России, я это все так, ну, поскольку он там работал, я это достаточно хорошо знал, ну, хотя сам я с E-Tora никогда не торговал. То есть, если помнит аудитория, у них были проблемные с лицензиями, они закрыли тогда полноценный офис, представительство, в итоге Георгий как раз с этой должности ушел, и вот у них осталось такое в России, ну, типа доп. офисы совершенно, такой уже усеченный нефункциональный вариант. И ситуация как бы вот так замерла, то есть, с одной стороны, им вставляли палки, ну, не то, что вставляли палки Форекс, но, в общем, были разногласия, да, повторю эту формулировку с Центральным банком. Причины простые, нашему ЦБ не нравится рынок Форекс, как вы понимаете, и тоже по понятным причинам, и, ну, вопросы были большие криптоторговли, которая была у E-Tora. Крипта тоже до пол дела, да? Ну, на тот момент это было именно так. Сейчас, как мы знаем, рынок крипты в России постепенно легализуется, с 1 января новый закон принят, но там тоже определенные есть ограничения, и E-Tora в эти ограничения, очевидно, тоже не вписывалась. Вот. Ну, самая главная ситуация была в том, ну, может быть, не самая главная, но одна из автоследования, да, вот так называемое, которое было в E-Tora, это тоже не монтировалось с тем, что происходит, ну, как бы, с законом у нас о финсоветниках, да, так называемом, в котором автоследованию отведено определенное место, и, на самом деле, до конца, как регулировать эту историю, не совсем понятно. Если Россия, ну, как бы, трактуется это, как, как бы, серое консультирование, или не трактуется, да, индивидуальные свои рекомендации, которые подпадают, там, по случаю законов и так далее. Наши брокеры, ну, в первую очередь, финам эту ситуацию вроде бы как с ЦБ решает, я с ними, кстати, не так давно эту тему обсуждал, вот, они говорят, что они с ЦБ нашли взаимопонимание по автоследованию, и, в общем, прикрывают они своих создателей стратегии, да, так называемых, те, за которыми автоследуют. То есть, с точки зрения закона, они берут на себя всю эту историю, весь документ, оборот, и так далее. Но, мы понимаем, что E-Tora тут еще особенность, это все-таки не российский брокер. Да, Алия, я хочу подчеркнуть, что финам прикрывает их своей российской лицензией. Да, 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 вот, тут еще, вот, как бы, такая история, да, во-первых, брокер не российский, во-вторых, тоже такое автоследование, очень скользкий достаточно момент. А меня, честно говоря, это всегда удивляло, потому что вот эти вот создатели стратегий, которые торгуют на E-Tora и создавали, да, до вчерашнего дня эти стратегии, они были достаточно публичны, они это не скрывали, там есть громкие имена, вот, и, в общем, они прямо открыто говорили, я вот, как бы, работаю с российскими последователями, да, как бы, на этой стратегии. И я всегда удивлялся, я даже с ними общался, говорю, а как вы, ну, у вас же де-факто нарушение закона, почему вы не боитесь? Как бы, ну, там по-разному мне отвечали, ну, кстати, ну, дискуссию подобную проводили уже, да, на E-Tora, вот, как этот закон применяется, не применяется, там, насколько это вот пока пауза такая, да, как потом, за кем придут, за кем не придут, да, ну, вот, как бы за E-Tora пришли. То есть я считаю, что это вот три фактора, да, это вот Форекс, крипта и автоследование, которые в итоге все три достаточно сильно диссонировали с позиции Центрального банка по тому, как регулировать рынок, кого, от чего защищать, что можно, а что нельзя. Ну, у нас ЦБ вот таким образом обычно наводит порядок, он просто запрещает. Я понял вас, но решение ЦБ мы никакого не видим, ну, видимо, что-то за кадром, наверное, происходит, как бы, просто. Слушайте, я вчера слушал как раз версию, ну, вот, я слушал Янарта, да? Да, я этот ролик дал в чате, каждый может посмотреть, да, я тоже просмотрел, да, я так и не понял, вы поняли точно? Он прямо говорит, что это ЦБ, и он говорит, что ЦБ даже сейчас рассылает, значит, по своим, ну, вот, по подобным же ситуациям, по подобным контрагентам высылает информацию о том, что вот, давайте нам информацию, сворачивайте там и так далее. Ну, это вот информация от Янарта, ну, я тоже, даже если бы этой информации не было, я тоже связываю, конечно, с ЦБ, ну, а как еще? Кто у нас регулирует? Молодец, слушайте, сейчас биток стрельнул с 40 до 58, я вообще удивлен, что половина брокерских компаний не завалилась еще, такое стремительное. Нет, ну, там же не завал, там же просто отказали российским клиентам обслуживание, там же, как таковой-то проблемы нету, я вот послушал тоже вчера подробности, но говоря, что с канадскими клиентами ИТОРа была подобная же ситуация несколько лет назад, потому что они тоже, ИТОРа в Канаде не соответствовала лицензиям, да, канадским, то есть у них не было необходимого пакета лицензирования в Канаде, вот, и точно так же в какой-то момент им нужно было отказаться от всех канадских, соответственно, своих клиентов, и они это сделали, по словам Янарта, очень четко, спокойно вернули деньги, то есть, ну, израильская компания, соответственно, у нее не со всеми странами, может быть все чисто по лицензиям, по всему остальному, да, соответствие полное может быть, поскольку израильская компания, работающая на весь мир, поэтому такие прецеденты могут быть. Я понял вас, ясненько, то есть, вы считаете, что все-таки это связано с действиями ЦБ, которые, ну, по версии Янарта, наверное, другие, то есть, вы не сомневаетесь в этом, понял я вас, ясненько, но, коллеги, обращаю внимание, это наши мысли, естественно, я, кстати, хочу отправить сегодня запросы у ТОРа и прямо запросить их, коллеги, а что произошло, нам интересно, вот я на этой ТВ озвучу, так что посмотрим, что они нам ответят на этот счет. Поняли вас, Илья, спасибо за ответ на этот вопрос, давайте посмотрим на рынок, что интересного на рынке, на тех, которых вы торгуете, российский, американский, как чувствует себя наш портфель по заявкам? Ну, начнем с российского рынка, поскольку он очень позитивный на этой неделе. Вот мы неделю назад, когда встречались, я называл несколько имитентов, да, которые у меня в портфеле, говорил отдельно про нефтянку, называл «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть». Вот все эти компании за эту неделю дали порядка 10% роста, а «Татнефть» даже побольше. Вот, то есть, ну, очень весело и очень позитивно. С чем это связано? Ну, в первую очередь, конечно, с нефтью, потому что нефть продолжает расти, и нефть у нас уже доросла. Сейчас скажу точно, ну, вот если посмотреть просто, сейчас подумаю, что вчерашний вечер корректируется, но в целом ударный рост, 70 долларов мы превышали, соответственно, по бренду. Если посмотреть на историю, это, ну, почти максимальные цены 19-го аж года. То есть, не просто, там, до ковидного периода, начало 20-го, а прямо весь предыдущий год. Соответственно, вот нефть ударно сюда пришла, неудивительно, что она пока вот от 50 отскочила вниз, но, естественно, весь нефтяной сектор мира, и особенно Россия, на это очень хорошо реагирует. Вот, но, что касается остального рынка российского, там не так все радужно, есть акции, которые совершенно не реагируют и не растут, есть те, которые припадают, мы знаем, что продолжается падение под никелю, я имею в виду сам металл, вот, ну, и, соответственно, норникель тоже у нас находится под давлением, и давайте мы перейдем тогда плавно к нашему портфелю по заявкам в контору. Норникель у нас есть. Давайте. И посмотрим, что у нас там получается. Так, вот мы на прошлом деле разбавили норникель, мы покупали по 23850. 23850. Сейчас норникель стоит дешевле примерно на тысячу, сейчас точно скажу, ну, поменьше, кстати, вот пока мы с вами разговариваем, он с утра расти начал. 23130. Вот, входил он в 22 тысячи за это время, 5 числа, вот он показал мне зря, он 22 даже пробивал, сейчас он на тысячу вернулся. То есть, в принципе, подсел он на этой неделе, но вот пытается все-таки вернуться наверх, пытается расти. По-прежнему я в норникель верю, то есть, ну, никаких вообще нет проблем у меня с этой позицией, абсолютно все хорошо, надо просто подождать. Вот, но тем не менее, фиксируем, что пока мы под норникель в просадке. Что у нас, аэрофлот, 73.73, мы ждем цифру. Что у нас с аэрофлотом, смотрим. Ну, там же он находится, где, в общем, он был в районе 70 рублей. Ходил он в 71 с копейками, то есть, он был в плюсе у нас, но мы поставили прибыль на сделку 5%, поэтому мы вот на эти 1-1,5% прибыли мы не реагируем, мы их не берем, мы ждем 5. Тоже все зримо, все понятно. А Сбер, да, достаточно длительная у нас уже эта позиция, 10% Сбер у нас висит, купленная по 287, это уже достаточно давно было, больше месяца назад, 293 там с копейками у нас цель, Сбер пока до туда не доходит. Ну, достаточно близко уже, ну вот, то есть 86 он был сегодня, сейчас 84,8, ну, в общем, ждем. Сейчас я проверю, поскольку цены уже близки, не залетал ли Сбер нам в прибыль случайно за эти дни, потому что я плотно, вот именно Сбер сам не слежу, мне его по заявкам дали купить, как вы помните, вот у Евгения есть, я не ошибаюсь, поэтому надо проверить, а вдруг там какой-то свечка была? Так, ну, не было, да, 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 я вижу 296, последний раз, это было как раз, когда мы там, 12 января было, да, а сейчас максимальная цифра была как раз 286,4 вчера. Вот, то есть идем туда, идем к нашим целям, но пока не дошли. Так, что у нас еще было? Ну, по российскому рынку все, давайте плавно перейдем, посмотрим про заявку, что у нас, евро-доллар, мы с вами брали, да, по 216, 1,216 брали и 1,228 у нас цель стоит, ну, посмотрим, стоит она или исполнилась уже. Так, ну, похоже, нет, да, потому что я вижу сейчас 1,18, но все на Форексе может быть, может кто-то облетал что-то, но мне кажется, не добегало, да, то есть, Игорь, вы, наверное, даже быстрее меня знаете, было у нас 1,228 за эту неделю, наверное, на Форексе прям плотно, да, следите. Ну, конечно, нет, 1,21 было, я помню, а 1,22 не помню на это. 1,24 вот она так и висит. А, это, ну, этот хай был раньше, 1,224, это было 25 февраля. Да, у нас 2,28, то есть, это было после нашей покупки, но до нашей недобилы, так ситуация пока и сохраняется, то есть, под 7 евро, вот, и отошел подальше от нашей 2,28, ну, в принципе, тоже все сохраняется, спокойно наблюдаем. У вас нет чувства, что мы стали инвесторами по евро на ближайший год? Не вопрос, инвестиции очень хорошая вещь, как бы, и вообще, не нужно бояться быть инвестором, это вообще вот эти вот настройки ложные, которые существуют на рынке, меня очень сильно, конечно, весь ряд, как бы, люди приходят инвестировать, вот, называют себя условно, я трейдер, ставят себе в голову, как бы, задачу обязательно закрывать позиции быстро, и когда они просто переходят статус времени на статус инвестора, что абсолютно правильно, и никто в мире не боится быть инвестором, Орен Баффет почему-то не боится быть инвестором временно, там, фонды не боятся, в общем, все, кто на рынке долго и, как бы, стабильно зарабатывает, их это не пугает, вот, но наших людей почему-то это пугает, в итоге начинают суетиться, и никаких стабильных заработков не получается, в этом инвестиции это сложно. Коллеги, я предлагаю Илье Короевну открыть службу психологической поддержки, он так считал. Да, у нас на сайте Союза восьмая, нет, седьмая, не помню, задача, это психологическая поддержка. Более того. Седьмая заповедь, да? Понятно. Седьмая заповедь у нас. Даже у вас сильнее указана психологическая защита. Да, защита. Но там внутри, там можно развернуть, нажать на крестик, и там будет уже подробности, да? То есть в трех направлениях психологию на рынке, я считаю, надо развивать, как минимум в трех. А вот там есть и фундаментальные вещи, которые делаются на Западе, когда мы говорим о приходящих на рынок инвесторов, да, мы говорим о риск-профиле. Это впрямую имеет отношение к психологии, то есть можно риск-профиле замерять очень разными методами, можно совершенно топорными, ненаучными, можно подключать фундаментальную психологию, чтобы уже на уровне психотипов и многих других когнитивных особенностей каждого из нас уже определять до того, как он начал совершать сделки, уже какие-то предрасположенности, к риску и к стратегиям, в том числе и к вопросу, быть ли инвестором или трейдером, насколько это важно. Это все в психотипе у нас заложено. Вот это как бы одна история. Вторая история – это, естественно, психологическая работа с собственными эмоциями уже в процессе торговли, как в том числе высиживать просадки, как не винить себя во всех грехах, как не навешивать на себя личные вот эти вот сложности психологические, как их не избавляться. То есть все то, с чем мы боремся на бирже, мы боремся со своими эмоциями, это, конечно, прямая область психологии. Ну и в том числе психологическая реабилитация уже, когда какие-то очень серьезные события негативные происходят, вот, например, как у нас ситуация с отрицательными ценами на нефть, люди, конечно, попадая в такие ситуации, а на рынке, ну, те, кто работает с более-менее рискованными инструментами, имеют всегда такую опасность, да, с вьючерсами, там, оказаться в какой-то примерно подобной ситуации, когда либо очень большая потеря, вот, либо там даже долги. И тут психология очень важна, потому что это просто область психологической реабилитации, потому что человек может не справиться с этой нагрузкой, наделать каких-то очень больших ошибок, которые намного более опасны, чем потеря денег. Вот, поэтому тут, ну, просто психология может спасать жизни, на самом деле. Поэтому, да, это, ну, реально, это не шутки. Вот, и, в общем, очень серьезная область применения. Понял вас. Понял вас, спасибо. Ну, в общем, по евро-доллару мы стали инвесторами, ждем. Спокойно. Не волнуйся. У нас 10% в портфеле в евро-долларе, поэтому мы совершенно спокойно можем себе позволить быть инвесторами. Сколько угодно. Долго. Вот, мы это делаем не просто так, у нас есть цель на прибыль, мы ее ждем. А вот, это небольшая. Так, и тоже, еще одна инвестиционная позиция, GX у нас есть. Проверяем ее, но, скорее всего, там тоже все ожидаем, потому что там вот прям действительно инвестиционная позиция, у нас прибыль на отделку 10%, и, в общем, легко мы можем ждать ее минимум полгода, потому что это будет соответствовать доходности 20 годовых, что, в принципе, более чем правильно по такой доходности ориентироваться, приходя на рынок. Да, тоже точно так же ровненько там стоим на 10 долларов. Кстати, быстренько вот вопрос о психологии. Я как раз на этой неделе, на выходных вот послушал, мне бросили вебинарчик, бесплатный, клинического дипломированного психолога, который с 2008 года работает прицельно с трейдерами. Мне это очень интересно, эта тема, специалистов именно профессиональных психологов на рынке очень мало. Он торговал, торговал 5 лет, то есть у него есть понимание, что это за профессия, и вот он работает профильно в том, ну, не только, конечно, по трейдерам, но в том числе и по трейдерам, это большая часть его аудитории. Я послушал, ну, и приятно мне очень было, что очень многие вещи, к которым я пришел, о применимости психологии на рынке, как применять, какие-то прям вот вещи, которые я для себя давно сформулировал, он прям говорит теми же самыми фразами, ну, приятно для меня, потому что я не являюсь дипломированным психологом, я нахватал там по краям, насколько мне это было важно, там, какая-то литература, какие-то там научные статьи, ну, и, соответственно, практика, 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 да, и к каким-то выводам я пришел, но никогда мои выводы не основывались на фундаментальном психологическом образовании, поэтому я развиваю эту ситуацию в Союзе, естественно, не буду брать на себя ответственность по полной проработке этой услуги, да, защиты и помощи психологической, естественно, я буду брать профессионала себе в команду, вот я сейчас присматриваю, ну, вот первый же, первый же кандидат, который у меня дали, ребята поискали, достаточно, достаточно все четко, интересно, действительно применимо, вот, не факт, что именно этот человек будет у нас заниматься в Союзе, но я собираюсь провести с ним собеседование, поиск начат уже, мы поняли вас ясно, Илья, спасибо большое, Илья, с рынком понятно, вы готовы принять портфельный свой, так сказать, ну, свой портфель по заявкам новый инструмент или пока останемся на том, что есть? Нет, пока мы не можем, да, у нас 60% в позиции, если я правильно помню, ничего у нас не уделилось, 60%, ну, раз-два, то есть, ну, да, у нас 5 позиций, но одна из них на 20%, да, 60% в портфеле, пока у нас не начнут исполняться заявки, мы новых позиций не открываем, нам нужно иметь кэш в запасе для, на случай просада, для того, чтобы разбавлять наши позиции. Видите, друзья, как жестко Илья ставит вопрос, 60% все, то тема закрыта, все правильно, только как управляются позиции и депозитом. В целом, ясненько, спасибо большое, Илья, давайте ответим на вопросы, Николай Пензо пишет, Игорь Николаевич, вы запугали всех своей новостью о просвещении, молчать как рыбы, сейчас запрещает просветительскую деятельность, без разрешения к власти, во втором чтении закон прошел. Игорь Николаевич, серьезно, серьезно, да? Да, да. Нас прошла какая депрессия по-серьезному деятельности? Там надо почитать внимательно, поскольку второе чтение, я читаю, когда все неприятности... Это пока обсуждается. Да, да, когда все неприятности произойдут. Ну, грузят так по-серьезному. Вот, так что почитаем. Вот, ну, я сообщил об этом, чтобы люди понимали, что на образовательное деятельность сейчас особое внимание будет, как элемент просвещения. Вот и Джеймс пишет, Джеймс Бонд пишет, Илья, я продаю свою торговую стратегию, это является обучением. Не нарушая ли закон, не имея лицензии на обучение? Нет, Джеймс Бонд, тут я отвечу, Илью не будем даже трогать. Вы продаете интеллектуальную собственность, это движимое имущество, согласно налоговому кодексу, если вы обладаете этим движимым имуществом, оно даже и от налога освобождается НДФЛ. Ну, почитайте внимательно в этой части налоговый кодекс. Вот насчет торговой стратегии надо уточнить, я не знаю. Ну, а если вы что-то купили, через три года продаете, то она даже налогом мне плакается эта сделка. Но, поскольку это именно торговая стратегия для применения, это надо уточнить. А к обучению это образование не имеет? Отношение не имеет? Как вы считаете, Илья? Надо проверить на соответствие другим законам, потому что если торговая стратегия, как бы здесь не налететь опять же на закон об инвест-рекомендациях и так далее, вот там, чтобы не было прям покупаете тут, продаете тут. если это торговый робот, это тоже подпадает, в общем, под закон. Есть тоже строчка, компьютерные программы. Если индивидуальные торговые рекомендации даются при помощи электронных программ или при помощи сети интернет, то они должны проходить, я почти, почти дословно помню фразу в законе, должны проходить верификацию в СРО или у самого центрального банка. То есть, вот тут надо тоже аккуратнее посмотреть, насколько это торговая стратегия, в каком виде она продается, робот ли это или что это, да, есть ли там прямые инвестиционные рекомендации. Потому что, если вы адресно ее продаете конкретному клиенту, это индивидуально, вот, вы за это берете деньги, значит, это подпадает под лицензированную деятельность, ну и, соответственно, там вопрос уже, вот, насколько четко рекомендации там даются по конкретному инструменту, по конкретному рынку. Если четко, это могут трактовать как закон об инвестиционной рекомендации. Так что, Джеймс Бонд, проверьте все три раза, и эта тема серьезная. Голдман Сакс пишет, ну это понятно, это псевдоним, Илья, это не настоящий Голдман Сакс, понятно. Пожалуй, Илья, то есть, если сделка убыточная, становимся инвесторами, а убыток на 1.05 будет икрыть или ждать до 0.85? Жесткий какой вопрос. Будем на 0.5, добавлять и на 0.85 будем еще добавлять. Крыть мы ничего не будем, мы на рынок приходим зарабатывать деньги. А здесь подкрыть имеется в виду убыток какой-то брать. Вот это вот опять же, еще один миф, который на рынке очень часто используют, мы зачем-то стремимся в убыток взять где-то, не надо к этому стремиться, надо стремиться прибыль зарабатывать. Поэтому, если цена очень сильно отклонится от нашей покупки, вниз, это хороший повод добавить к нашей позиции, продолжать находиться в ту же самую сторону и добавлением разбавить цены. Поскольку мы делаем все без плеч, более того, мы держим специальный кэш, как вот сейчас обсудили у нас. То есть, это 40% еще кэш, а именно на такие случаи. Избавляясь от привычек крыть убытки, вы, наверное, приходите не за этим. Я понял. Я вообще замечаю, что у Ильи Коровина, друзья, слова мат и крыть, они чаще всего встречаются. Мат ожидания, крыть сделки. Спасибо, Илья. Спасибо вам за этот ответ. Ну что, друзья, давайте, конечно, коснемся темы Национального Союза Трейдеров. Ссылочку в чате я отдаю. И хочу обратить ваше внимание на на страницу на первую, где написана открыта запись в Союз. И здесь у меня ну, во-первых, можно нажать кнопочку пройти дальше по инструкциям, а у меня сразу вопрос, Илья, а мы ждем нового сайта, вы говорили, что может скоро появиться, есть ли дата? Ждем, ждем, даты пока нет, вот там все доработки и так далее, в том числе эквайринг, тоже процесс сейчас с банком, ждем определенные там самые процедуры, вот, ну, мы, как бы, как я и говорил, мы пока лендинг держим, соответственно, как практически рабочий инструмент, просто сайт не такой подробный, не все функции там глубоко реализованы, но свою главную задачу информирования о том, что такое союз, какие цели перед собой ставят, как вступить, как бы, да, то есть там, в общем-то, лендинг пока выполняет, ну, мы изначально его и запускали для того, чтобы спокойно работать над, да, да, естественно, естественно, а вот прозвучало слово эквариинг, значит, с банками на прием взносов через кредитную карточку вы уже переговоры ведете и когда будет сайт, уже сразу эквариинг будет встроен, да, да, то есть мы прям все сразу же, у нас Сбербанк будет, то есть эквариинка Сбера, ну, самый, самый надежный и самый развитый в нашей стране, несмотря на то, что Сбер многие ругают, и, собственно, мы как фондовые деятели, мы финансисты понимаем, что Сбер как брокер далеко не лучший брокер, вот, да простите меня Сбер, но в каких-то моментах Сбер клизис, конечно, вот, ну, я вас понимаю, потому что если взять какой-то маленький малоизвестный банк, не дай бог, он закроется, потом с людьми объясняться еще на эту тему, но на тему Сбера объяснится легче. Да, в сети, как бы, да, то есть там, ну, по многим показателям Сбер по экварианту лидер. я в этот влез, оно для меня новое, но быстро это стало понятно, пообщался. Ну, Сбер у нас на финансовых рынках, куда пальцем не ткни, 50% это Сбер, поэтому, что тут удивляться вашему выбору, я двумя руками за, кстати говоря, потому что трейдеры будут с разных точек России, естественно, поэтому, что тут, естественно, что ближайшая точка для многих будет Сбер. Ясненько, Илья, спасибо большое, Илья, Игорь Завьялов задает очень опасный вопрос, что дает резидентство в Союзе, основные тезисы, так вот, Игорь Завьялов, основные тезисы это 40 минут, вот, а если подробно, то 4 часа, а поскольку вы следующий спичер, то Илья, быстренько, да, быстренько, во-первых, еще раз пригласить всех на лендинг, там у нас есть, вот прям, зачем вступает, да, вот, есть закладочка, если вы нажмете, вы сразу же увидите, вот там есть 8 причин, по которой мы считаем, как бы, надо вступать в Союз, да, и какие преимущества дает вступление в Союз, вот, на каждый есть крестик, можно нажать и подробно почитать, вот здесь видно, да, и социальная защита, статус профессии, и обучение, и защита профилактическо-атномативных рисков, участие в законодательстве, влияющем на трейдеров, это работа с регламентами, брокеров, улучшение обслуживания, здесь в том числе и понижение комиссий, вот, все мы это, на всю эту работу на себя берем, то есть, как минимум, 20% снижения комиссии всех сборов при обслуживании у российских брокеров тоже будут получать члены Союза, вот, если что-то произошло негативное, если вы потеряли деньги именно по вине индустрии, вот, не по своей, не по рыночной, а именно вот там, а-ля вот, как бы события с неоциальным ценом на нефть, другие всякие ситуации, их достаточно много, когда по вине брокера или бежит, люди теряют деньги, на меня стекается огромное количество этой информации, там, вы не поверите, насколько часто происходят эти нарушения, вот, в этих случаях есть вопрос о решении досудебно этих ситуаций, мы этим тоже профессионально занимаемся и будем продолжать заниматься, но если не получилось досудебно с брокерами договориться или с биржей, то вопрос судебной защиты тоже стоит очень остро, человек отдельный сейчас, как бы, судиться с брокером или с биржей, почти шансов нет, у нас уже есть достаточно большой опыт, мы его нарабатываем, есть определенные успехи, в том числе и в досудебных переговорах, и в судебных, вот, психологическая защита, мы сегодня об этом уже говорили, плюс, если говорить о судебных каких-то там, нерешенных ситуациях, у нас предусматривается еще и страховой фонд, на вот случай именно судебных неудач, если мы не смогли человека защитить в суде, суд на 100%, насколько право бы мы и право бы мы не были, мы суд не можем выиграть, ни в одной стране, в России тем более, поэтому на всякий случай страховой фонд создаем здесь. Ну, то есть, огромное количество у нас и материальных, и нематериальных преимуществ, вот, все это там есть, ну, обращу внимание, все-таки на первый пункт, социальная защита, статус профессии, это тоже важная вещь, она нематериальная, но она крайне важна, мы все одиночки, мы сидим с вами дома, один на один с нашей профессией, это достаточно большой, соответственно, плюс, с одной стороны нашей профессии, с другой стороны огромный минус, нет социального общения, нет понимания общности, принадлежности к какому-то определенному статусу, статус трейдера в России очень низок, мягко говоря, в общем, ну, такое тоже как бы нахождение в организации единомышленников, которая защищает твои интересы, которые совпадают с тобой цели, задачи, желания, ну, в общем, единое профсообщество, это тоже такая нематериальная, но очень важная цель, мы ее ставим на первое место, хотя, конечно, с материальной точки зрения есть гораздо более, более серьезная причина находиться в Союзе. Спасибо большое вам за ваш ответ. Ну, конечно, коллеги, создание профессии это глобальная стратегическая задача, которая, безусловно, необходима, хотя, может быть, на первый взгляд она не бросается в глаза целью номер один, но целью номер один бросается мысль Николая Пензы, он пишет Игорь Евзовялович, что защита Союза от неадекватных действий МВБ, расходящихся с остальным рынком, основной тезис. Ну, если в бытовом плане, то... У нас, вот это наше дело с МВБ, конечно, вот это отрицательное ценное на нефть, оно стало именно причиной последней капли как бы создания Союза, то есть, именно на этом кейсе стало уже до конца вот уже всем ясно, насколько трейдер не защищен, потому что во всем мире трейдеров индустрия защитила, как бы взяла на себя автоматически, потому что там таким образом прописаны условия, правила бизнеса и всего остального у нас защитой трейдеров никогда никто не занимался, у нас этой культуры не выстроена, у нас нет этой защиты ни на уровне брокерских регламентов, ни на уровне биржевых, ни на уровне законодательства и так далее. Почему? Потому что как бы нет сил, нет организации, которая бы этим занималась, наши интересы всегда защищают брокеры во всех этих структурах, а это, ну, как вы сами понимаете, далеко не всегда цели брокеров и задачи совпадают с нами. Поэтому вот как бы это проблема с ММВБ, со срочным рынком и была капли. Но на самом деле весь спектр задач, которых я назвал, мы решаем, будем решать, далеко не единственный уж точно, да, пункт это как бы разбираться с ММВБ по ее косякам, грубо говоря. Хотя профилактика и решение этих вопросов, конечно, конечно, тоже очень крайне важно. Да. Поняли вас, Илья. Спасибо большое вам за сегодняшний рассказ по рынку, по текущей ситуации со союзом трейдеров. Желаем вам успешной работы и хорошего настроения. Всем удачи. Вступайте в союз. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...